здравствуйте меня зовут Алексей Шишов сегодня на дворе 2 января 2017 года сегодня хочу записать коротенький ролик с обзором Toyota Land Cruiser Prada это автомобиль у меня около трех месяцев я осенью прошлого года его купил и побудило меня записать этот ролик то что я неоднократно слышал отзывы красивая машина цитирую красивая машина я собственно я покупал его ровно за то что машина некрасивая и спорить с людьми которые считают его красивыми и таким образом высказываются мне в общем стало скучно я решил снять это видео начнем с дизайна то есть начнем с того что меня все возмущает сейчас попрошу немножечко наклони камеру чтобы в кадре была решетка и фары попало спасибо вот это просто шедевр это дизайнерская находка то есть в научно-популярных журналах и в комиксах таким образом вот таким щербатым ртом и выпученными глазками по бокам изображают инопланетян причем на мой взгляд не просто инопланетян а мертвых инопланетян причина смерти асфиксия ну и как бы вот в этом месте то есть это вот это как бы так это можно по-другому прокомментировать для меня это вот так и дизайном наверно ну как будут я считаю вопрос закрытым теперь пробежимся по технике конкретно в этом автомобиле 4 литровый бензиновый атмосферник очень хочется верить что он будет очень надежным не убиваем что это один из последних миллионников которые остались на рынке потому что вообще по характеристикам это двигатели середины 90-х годов прошлого века то есть четырех литров на сегодняшний день toyota снимает 280 сил поэтому показателю он как бы морально устаревший к этому же двигателю добавлена автоматическая коробка шестиступая в общем тоже на 10 отстали от европы причем еще не самая бодрая довольно задумчивый автомат при этом вкупе задумчивым двигателем с педалью газа с полуметровым ходом он он не едет ну вот как бы не испытываете иллюзий он не едет то есть у него по данным производителя 9 секунд до сотни но это мне кажется неправда мне кажется намного больше секунд до сотни касаемо эластичности она тоже странная на мой взгляд в общем не худышная эластичность я называю разгон от 80 до 120 то есть если ты вышел на обгон надо очень аккуратно работать с газом потому что если топнул глубоковато он перекинет на вторую на третью передачу зависимо от скорости раскрутит 5000 оборотов надрывка нет то есть он видит как свинья на веревке и никуда не разгоняется если не додавите то это будет условно пятая передача и он на ней тоже не разгоняется надо топнуть вот на газ ровно настолько чтобы он перескочил на передачу который обеспечит двигателю три три с половиной тысячи вот тогда он тогда он пойдет в разгон тогда вы закончите обгон нормально быстро хорошо но это это надо ловить этот момент значит смешно для этого автомобиля вот он не едет мне все равно ну гоночный джип это смешно то есть меня устраивает все что вот мне потом едет а мне нравится про подвеску мы поговорим давайте по подвеску сразу поговорим подвеска смешно я так и не понял в чем смысл передняя ось здесь пружинная задняя на пневме в чем прикол ну только в том что вот заднего сена пневме и все то есть смысла них нет если бы все обе оси были на пневмоподвеске то соответственно можно было менять дорожный просвет на дороге его уменьшать даже автоматически уменьшать его ну соответственно опускает центр тяжести и улучшая управляемость и устойчивость автомобиля на внедорожье можно было бы его приподнять ему увеличив дорожный просвет увеличив проходимость здесь этого сделать невозможно то есть пневма только для того чтобы просто есть мило немножко половина смысла как бы типа нет кроме всего прочего этот автомобиль это семиместная комплектация я ну как бы вот сколько сколько не думал я вижу только один случай когда это может быть нужно и важно это когда у тебя большая семья а ты мол типа монгольский кочевник скотовод зачем иначе 7 мест но типа но не понимаю сейчас мы пойдем ей покажу это очень смешно это ну все это происходит в багажнике они в сложенном состоянии на тоже возьми камеру пойдем откроем багажник поспакалить я помню я помню раскладывать не будут смех еще в том что у этих сидений электрический привод то есть они складываются пополам и поднять их можно одно либо оба поскольку я не планировал пользоваться никогда и ни за что не тойота я положу коврик от пятиместного автомобиля который не подпадает подвинь вернение потому что который собственно говоря мне дает и чеки дарить спасибо минус существенно в чем что пол багажнике 314 сантиметров выше чем у обычного автомобиля но и как бы и бог то с ним я не собираюсь в общем ничего такого габаритного возить и бог с ним с этим 14 сантиметрами смешно то что этот пол пока ты и когда здесь лежит коврик от пятиместного автомобиля он при езде от вибрации сползает под уклон вместе с тем что на нем лежит и рано или поздно упирается вот так вот загнувшись дверь то есть вы периодически надо поправлять просто дурость какая-то дверь багажного отсека заслуживает особо это огромная открывающаяся по колхозному колхозно дверь то есть если вы в городе припарковали естественно между машинами то вам ее будет не открыть но никогда и ни за что но правда при этом предусмотрена фиксация этой двери то есть есть положение когда я ветром не закроет у вас не пришли потому что дверь тяжелая причинить наверно может здорово не покупал дать но на фиксация есть но зато вот тут реально не идет офигенная опция это вот так вот можно заднее окно и туда бросить пакет с продуктами языке я идем салон большой удобный комфортный место для задних пассажиров что для передних с лихвой даже высокий человек никуда коленками не упрется на переднем сидение на пассажирском помещается не просто жена а жена в ногах у нее еще помещается собака и никто никому не мешает а вот тут мы снова вернемся к дизайну вот начали с решетки и вот этим вот агрегатом который состоит из дефлектора вот этого экранчика мультимедийного климат-контроля и джиперов ских примолотов вот дизайнеры им закончили поверни меня пожалуйста в кадр то есть все это должно было быть на ступеньку ниже джиперов ски вот эти все примолоты они должны были быть там где кулиса следом должен был быть климат-контроль потом экранчик мультимедийных устройств а дефлекторы должны были быть и тут на этом уровне но вот дизайнеры вот так как решетки начали так логично вот этим элементом и закончили немножко неприятно и немножко как бы канудит что вот в автомобиле за без малого 4 миллиона рублей вот если вы думаете что вот эти вставки это дерево так вот фигушки из пластика если вы считаете что этот салон что это обивка кожаная ничего подобного toyota это называет эко-кожей мы это называем на нашем языке дермантин кожи молодого дерматоза принципе это как бы как-то немножко не соответствует общей концепции этого автомобиля то есть ну как бы большой дорогой богатый автомобиль но и дерматину здесь немножко не уместен что касается внедорожных свойств и всех вот этих джиповских примолотов там есть две кнопочки мтс называется а вторая крау что-то там то есть они предназначены для того чтобы как уверяет toyota ты мог подсказать машине на каком дорожном покрытии он находится так вот эта кнопочка мтс и разделы которые она предлагает к выбору начинаются с грязь и песок потом гравий камни что-то там то есть у нас снег их вот там нет что делать полгода в россии на этом автомобиле и как он каким образом пользоваться вот этой помощью джиперовский а в принципе функции снег нет или она просто где-то очень очень просто этого раздела нет то есть снега нет то есть по снегу она тебе помогать не будет по снегу как-нибудь сами вторая которая крау что-то там это вот как раз вот самый внедорожный круиз когда там все вот это настроил из машины вышел и если она в хорошей глубокой колее в принципе можно идти рядом курить она будет сама ехать ну так по крайней мере считается при этом обе эти системы еще при помощи распределения тормозных усилий имитируют блокировки межколесные межосевые то есть помогают им то есть бусучие колесо подтормаживается и типа вот вращающий момент равномерно распределяется все остальные колеса которые были менее зацепление находится так это или нет не знаю что предыдущий кузов по 120 практик обладал достаточно приличными внедорожными свойствами я видел собственными глазами в предыдущем ролике про туарек я рассказывал об этом то есть он снежную зиму 9 10 но это был сосед мой по дому он во дворе парковался но как бы где хотел и как хотел и и проблем вот в снежную зиму парковка в него не было пропнила подвеска мы поговорили которая половинчатая говорим мы еще про такую забавную вещь как изменение жесткости амортизаторов есть так кнопочка принципе при том что не меняется высота центра тяжести эта кнопочка ну она так чисто опция как бы для понтов потому что толку от нее на мой взгляд не очень много если не меняется разрисовка автомобиля на шоссе или на бездорожье то улучшение управляемости и устойчивости и от затяжки амортизаторов говорить ну конечно можно но эффекта вот так постольку поскольку зато при затянутых амортизаторах в режиме спорт в салоне появился на двух пробега сверчок вот это вот обрамление кулиса коробки передач она захрустела автомобиль японской сборки позиционируется как безумно надежный салон захрустел то есть это как бы тоже не добавляет позитива прямо скажу просто даже даже вот когда только захрустела очень сильно расстроился потом уменьшил затяжку амортизаторов в комфорт почти не кончит а я не парюсь больше очень надеюсь что ну вот это будет единственным дефектом что в остальном ну как бы вот по всем соотношениям мощности динамических характеристик веса максимальной скорости что этот автомобиль должен быть неубиваем то есть все таки он свой миллион ну вот должен от ездить и принципе подозреваю что это за это его и покупают надеюсь производитель не обманет как-то вот так сейчас будем скругляться это в двух словах все что я хотел о нем рассказать и даже в принципе предположить за что его покупают но считаю что одной надежности которая еще и на сегодняшний день ну по крайней мере в этом кузове не доказано еще она и спорная и и мало его покупают за что-то другое чем я не сказал о нем ни одного хорошего слова но это не значит что мне не нравится то есть не он не он мне не нравится но я его люблю ровно за то что мне не нравится вот так бывает то есть это это следующий курс борьбы с торикозависимостью то есть если принудительное лечение было при помощи джипа ранглера то сейчас уже добровольный курс лечения осуществляется при помощи вот вот грузера prada и знаете помогает помогает то есть зависимость автомобилей линейки вот этих автомобилей я называю тарик зависимостью поскольку сам ездил на туареге но он лечит то есть вот он он как бы тип не едет а мне типа как бы все равно еще и он даже и и меня даже ты рад вот так и еще долгое время ни на что его не буду менять должен ну как бы теперь не хочу а если буду менять тот тоже на какой-нибудь такой же дурацкий автомобиль вообще-то но как бы кроме надежности я считаю что ну вот их где но наверное охотники и рыболовы покупают но типа вряд ли их можно вычеркнуть потому что машинка не дешевая охотники и рыболовы ну как бы убивать на бездорожье предпочитают все-таки уазе каттер есть наверное круг состоятельных охотников и рыболовов и они их приобретают этот автомобиль готов предположить основной крупных покупателей мне так кажется ну помимо потребительских свойств как как их среди которых основной это надежность это люди с очень хорошо развитым чувством юмора то есть они ну как бы вот готовы посмеяться и и над собой и вот над своим автомобилем таким готов предположить что есть безусловно и люди лишенные чувства юмора среди счастливых обладателей этого автомобиля который действительно считает его красивым мне кажется что их ну как бы тип не очень много ну и наверное если вот так вот каратенечко то и все что я сегодня хотел рассказать об этой машинке всем спасибо всего доброго даже не секунду всех с наступившим 17 годом и всем наилучших пожеланий и чтобы все мечты сбылись в этом году спасибо всего